Всем привет, с вами Grow Brothers. Сегодня мы обсудим очень важную тему, тему ферментов. Ферменты или энзимы это молекулы белка, которые синтезируются живыми клетками. В каждой клетке их бывает более сотни различных видов. Роль ферментов колоссальна. С их помощью химические реакции в организме при соблюдении необходимых условий протекают с оптимальной скоростью. Ферменты это биологические катализаторы, ускоряющие скорость химических реакций. Ферменты помогают переваривать пищу, которую мы едим, и расщепить ее на более полезные вещества – сахара, витамины и минералы. Именно в такой форме предпочитают есть клетки наших тел. В случае с растениями все то же самое. Вдобавок ферменты превращают отмершие участки корней в питательные вещества. Как следствие, это укрепляет иммунную систему растения. Приготовить жидкий ферментный раствор самостоятельно очень просто. Возьмите патоку, натертые на терке овощи и свежую воду в соотношении 1 к 3 к 10. Залейте все это в герметичный контейнер, хорошенечко перемешайте и поставьте контейнер в темное прохладное сухое место. Оставьте до тех пор, пока волшебство происходит. А примерно через 3 месяца раствор темно-коричневого цвета будет пахнуть уксусом. Останется только отфильтровать жидкость и у вас получится идеальный ферментный раствор для цветения. Только обязательно следите за уровнем кислотности. Все же надо помнить, почва не должна переокисляться и защелачиваться. Обычно для усвоения ферментов уровень pH надо держать между значениями 6 и 7. Но в случае с вашими растениями это могут быть немного другие числа. Тут уж, как говорится, интернет в помощь, пока нас еще в гугле не забанили. Конечно, можно не заморачиваться с этим, а попробовать энзимы известных марок, например, плагрон или канна. Потому что покупные ферментные растворы обычно содержат уйму вспомогательных веществ, а именно витамины для энергообмена, корнеобразователи и улучшители качества почвы. Да и с дозировками все будет гораздо проще. Ферменты стоит использовать при чрезмерном переливе заболачивания растения. Или если вдруг у вас субстрат, внезапно запах гнилью, что скорее всего свидетельствует о загнивании корневой системы. Или если возник застой в развитии растения. Ферменты тогда можно добавить для профилактики. Вам все понятно? Вопросы есть? Пишите их в комментариях. Если видео было действительно полезным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, о чем еще вы бы хотели поговорить. Урок окончен! Все! Встали, отошли от парт!